Оу, ребята, ну что такое? Блин, я зацепил его. Я зацепил какого-то чувака, который из дома выходил. Надеюсь, с ним всё в порядке. Повторяю в последний раз. Оставь меня в покое, чёрт побери. Не смей больше сюда звонить, не смей беспокоить нас. Уилл, я... Что, пап, о чём таком важном ты хочешь сообщить нам в 3 часа ночи? Не по телефону, приходи сюда, сейчас же. Прошу тебя, сынок, это и вправду больше не повторится. Просто сделай для меня одну вещь, ладно? Щёлк. Разбудить жену не будить, жена. Нет. Не стоит её будить, у нас сейчас и так непростой период. Просто возьму одежду и... Уилл, в чём дело? Спи, дорогая, спи. Мне нужно к отцу, это срочно. И ты собирался просто уйти молча? Ни к чему тебя было будить. Поспи. Поговорим, когда вернусь. Цели. Эти задачи, привязанные к определённой местности, цели отображаются на карте, как и расстояние до них в метрах. Продолжить. Спасибо. Так, в СД бежим. Фонарик у нас горит сам. Тачка хорошая. Что? Это не папина машина. Постучаться в дверь. Закрыто. Обычный замок, используйте лом или ключи. Загляните в окно. В гостиной никого нет. Найдите чем разбить окно. Куры. Куры какие-то. Давайте побегаем, посмотрим, что это, труба. Так, разбить окно. Ее использовать. Мне нужно чем-то разбить окно. Ты его уже разбил. У нас всё хорошо. Так, гостиная, прихожая. Так, прихожая. Искать. Ее. Так. Здесь вас всегда ждут традиционные домашние блюда американской кухни. А, ну это получается то, что мы собираем. Ключ от дома, часы. Взять, 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 взять. Так, лопаты, лопаты, лопаты. Ну, это ерунда какая-то. Нам не сильно, наверное, пригодится. Войти. Папа, очнись. О, господи, только не это. Стоять. Что, что с ним? Он... Поднять руки, попытаться объяснить. Но мы в целом ничего не виноваты. Я ничего не делал. Прошу, дайте объяснить. Сэр, бросьте оружие. Это мой отец. Я не... Я не мог. Я не виновен. Понимаете? Сэр, это последнее предупреждение. Я... Я не... Охара, на землю его. С удовольствием, сэр. Ээээээ... Вставай, парниша. Дежурный. Это Зебра-9. Возьмите нарушителя. Мужчина арестован по подозрению в убийстве отца. Начался суд по делу отца-убийцы. Рейли объявлен виновным. Приятель, ты там? Да? Не нравится мне твой голос. Послушай, я знаю, каково там. Мне точно не о чём волноваться. Я же сказал, это наши дела. Ты нам родня, Дуэйн. Я не выдам собственного брата. Шурина тогда уж. Не полагаю, в скором времени бывшего Шурина. Эй, быстрее давай отцебиться. Нам тут нужно позвонить. Это МакКой? Джим, мне кажется. Я этот визгливый голос ни с чем не спотаю. Дашь ему трубочку. Я бы с удовольствием этому остолопу высказал. Мне кажется, это не самая удачная идея, Дуэйн. Ты же не просто так решил позвонить. Это Эми? С Эми что-то стряслось? Нет, я тоже не получаю от неё весточек. Уже много месяцев. Тут-тут что-то другое. Эй, дубина, ты мне дашь телефон или нет? Остынь, МакКой. Что ты сказал? Подоробись, Дуэйн. В ночь, когда обнаружили отца, ты видел ту навороченную тачку? Я сообщил копам, это был Базард GTX. Отец бы в жизни такую машину не потянул, но им было плевать. А почему ты спрашиваешь, есть какая-то зацепка? Можно и так сказать. Я прямо сейчас на неё смотрю, припаркованная через дорогу. Ты? Ты нашёл её? Она сидит, но не слишком обольщайся, Уилл. Владелец пока не показывался, но я... Динь-динь, время вышло, Уилл. Валяй отсюда, я звонить буду. Дуэйн, чёрт возьми, не молчи ты где. Видали, какое неуважение? С МакКой им никто не смеет так себя вести. Только не делай глупости, Уилл. Я разберусь, ясно? Я... Чёрт. Какого? Ты представляешь, насколько это был важный звонок? Не знаю, не зло. Шмяк. А отдал бы мне трубку. И дел с концом. Этот чёртов МакКой меня тогда чуть не прикончил. Как только выйду из лазарета в общую зону, они с дружками доведут дело до конца. Надо выбираться. Мне надо к Дуэйну найти убийцу и отомстить. Травмы почти прошли. Никто не видит. Если валить, то прямо сейчас. Приветствую тебя, дорогой друг. Сейчас мы перебираемся через колючую проволоку, как будто её не существует. И начинаем череду видосов по американскому беглецу. Приятного просмотра. Осталось бежать буквально 70 метров. Надо немножко ускориться. Ну, выносливости у нас особо надолго не хватает. Так, это что такое? Дикие грибы. Съесть, поднять. Давайте съедим. Наверное, будет прикольно. Изучение обстановки в доме. Перед взломом опытный грабитель сперва заглядывает в окна, чтобы узнать, дом или хозяева. Обойдите здание, нажмите F, чтобы заглянуть внутрь. Так, ну, я не думаю, что здесь есть какие-то хозяева. Давайте F заглянуть. Найдите чем разбить окно. Объект разведки, кладовая, кладовая никого нет. Так, это что такое? Кирпич. А, камень. Камень, похожий на кирпич. Давай, разбить окно. Проникнуть в кладовую. Так. Ну, у нас, видимо, домик всего один. Есть ломик, в основном используется для взламывания дверей. Но может и голову кому-нибудь размажить. Отлично. Берем, берем яблоко, берем напиток и бинт. Все, валим отсюда. Так, через дверь можно выйти? Может, надо было дверь проверить? Мне кажется, она была не закрыта. Так, сбегите через вот эту вот штуку. Взломать, использовать. Так, пригнитесь, чтобы войти туда. Нажмите С. Итак, шалость удалась. Поскольку вы беглец, скрывающийся от полиции, необходимо позаботиться о внешнем виде. Переоденьтесь из тюремной робы в гражданское, пока вас не опознали. Мне, так, это красные копы, правильно? 30 метров. Одежда, вот она. Так, надеть красное платье, черное, вот, черная рубашка и джинсы. Если вас застанут на месте преступления, полиция будет разыскивать подозреваемого по вашим приметам. Количество звезд показывает, насколько активно ведется розыск. Незаметно переодевшись, вы сократите их число. Спасибо. Класс, теперь нужно просто вести себя, естественно. А мы ходить можем? Так, это что такое? Дикие грибы. Ну, чуть-чуть съедим. А здесь можно, я так понимаю, разбивать окна, залазить в здание. Что-то обыскивать и где-то смотреть. Но, но, нужно ли нам это? Мы, вроде как бы, в целом-то и не виноваты. Я, правда, не знаю, чем мы занимались до. Возможно, мы тоже были связаны с какими-то такими мутными делишками. Так, бежать не 260 метров. Это, на самом деле, не так близко. Все падает. В целом, все хорошо. Так, у нас есть еще копы, которые передвигаются пешком. Тоже довольно-таки интересно. Надеюсь, я не буду все время ходить пешком. Я хочу все-таки, наверное, как-то ездить. Так, это что? Ну, нет, бежать нам, на самом деле... Так, он мне не собьет? Нет, не собьет. Так, и ты меня не собьешь. Так, подожди, что-то зелененькое горело. Слабый замок можно вышибить или сломать. Блин, нет, пока ничего, короче, трогать не будем. Вернись. Пока у нас есть одна цель. Найти убийцу отца. Вопрос, правда, почему меня посадили? Возможно, та труба, которой я разбил окно. Да, ну, возможно, что преступник ей шабанул отца, потом ее выкинул, я поднял, разбил, залез. Вот, и как бы мои отпечатки. Ах ты, кретина, кусок. Вот, как ты родню встречаешь. Тебе же сказали не высовываться, придурок. Было же сказано. Не делай глупостей. Этим утром копы уже дважды тут что-то вынюхивали. Уилл, я же на условно досрочном. Если тебя тут застукают, меня упекут обратно. Расслабься. И глазом не успеешь моргнуть, как меня уже здесь не будет. Просто скажи, где ты видел тачку? Уилл, за тобой должок. Вот так, значит? Я сообщу тебе, где, но обещай, что будешь осторожен. А как закончишь, окажешь и мне парочку услуг, хорошо? Ты мне будешь их должен целую кучу. Найдешь тачку, вернешься, тогда меня и выручишь. Да, и держись подальше от мостов, там повсюду заставы. Ты же хотел от меня избавиться. И разве не боялся, что тебя застукают? Хе-хе, и все еще боюсь. Но слушая твои слова и видя, каким ты стал, невольно задумываешься. Может, ты поможешь мне разрешить и другие дела? Возьми этот телефон, будем созваниваться. Ты ни капли не изменился, Дуэйн. Насчет тачки. Я видел ее рядом с доками. На 10 секунд взгляд отвел, а ее и след простыл. Что? Ты же сказал, что знаешь, где она. Успокойся, я знаю, где она. Ее продали на автостоянку Билли Джо. Видел ее тамним охотом пару дней назад. Я ее повсюду узнаю. Найди ее, стащи журнал учета, а потом... А потом мы сможем по записям вычислить этих ублюдков. Хорошо, я в деле. Улика машина убийцы. Украдите перечень автовладельцев со стоянки. 150 баксов, 2 чего-то там. Принять. Найдите перечень автовладельцев. Так, вопрос. Тачки я могу любые брать, да? Но здесь особо хороших нет. Только вот эта, но она, мне кажется, немного большая. А-а-а. Это тачка, видимо, моего кузена. Машину можно купить или угнать. У каждой марки авто свои преимущества и недостатки. Спасибо. Если вас поймают на нарушении за рулем, полиция будет разыскивать автомобиль по цвету и марке. Количество звезд показывает, насколько активно ведется розыск. Незаметно сменив транспортные средства, вы сократите их число. Хорошо. Так, о-о-о. Подожди, эта херня очень, очень плохо едет. Но я вот тут баги вижу. Я могу сесть в баги? Оно выглядит очень круто. Воу. Ну, оно очень быстрое. И оно, на самом деле, очень шумное. Так, ну ладно. Вариантов у нас, типа, не особо, зато оно едет хорошо. Звуки тут, кстати, более-менее такие игрушечные. Ну ладно. Мы будем как-то с этим жить. Так, 300 метров где-то тут в объезд. Плохо, что при движении карта не отдаляется. Я слишком надалеко не вижу. Так, 100. Тише. Заедем, как цивильные люди, через ворота. Так, копов не видно. Так. Блин, офис автосалона. Нам зайти можно? Да. Ну это же офис автосалона, правильно? Так. Прихожая. Обыскать. Тухлая свиная отбивная. Не рекомендуется употреблять в пищу. Съесть взять. Нахрена она мне? Надо потом выкинуть будет. Там кто-то есть. Выступить против нее ничего не делать. Давайте ничего не делать. Вдруг это продавец. Ничего не хочешь сказать? Пялиться неприлично. Что? Кто я? Не беспокойся. Не факт, что журнал все еще здесь. Журнал? Не прикидывайся дурачком, мистер Элли. Я знаю, что искал. Похоже, мы оба опоздали. Откуда ты меня знаешь? Кто ты? Твой отец был не первой жертвой, но и не последней. Не только ты жаждешь узнать, кто за этим стоит. Может, вам удастся помочь друг другу? Может, нет. В любом случае, я с тобой свяжусь. Я лучше сам обыщу кабинет. Искать. 10 баксов. Хорошее дело. 5 долларов взять. Так, перечень прежних владельцев автомобилей. Да, мы будем смотреть. У нас был... Какой? Как он назывался? Серебрисый Бисон? Армадзилла Джефферсон? Ну, тут, по-моему, нет. Я не могу по-разобраться. Ничего о Базард GTX здесь нет. Похоже, владелец стоянки вел записи о каждой машине. Кроме этой. Стоит позвонить Дуэйну. Как дела с журналом? Его здесь нет. Дуэйн, я остался ни с чем. Даже имя не выяснил. Тогда тебе придется доставить мне саму тачку. Так, давайте, наверное... Я еще обыщу третью комнату. На всякий случай. Чтобы понимать. Так, монтировка. Взять гаечный ключ. Забираем. Все, сваливаем. Брать нечего. А выходим через окошко. Так, 90 метров там какая-то девушка пошла. А мы только что все обчистили. Так, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Блин, по графике мне вообще очень нравится. Очень сильно похоже на GTA 2, но только лучше. Так, сейчас подожди, подожди. Мы ждем, пока проедут копы. Вот они. Наверное, мы здесь чуть постоим. Да. Отлично. О-о-о-о. Так, ты меня не заметил. Ты меня не знаешь взломать. Сейчас чуть подальше отъедет. Так. Использовать. Опа. Элегантно монтировочкой. Дверки. О-о-о. Тачка-то бодрая. Но опять же очень шумная. Ладно, навигатор нам показывает ехать 500 метров. Погнали. О-о-о. Ну, к управлению придется еще привыкнуть. Очень сильно виляет. Особенно... Особенно вот эта тачка. Видимо, потому что мощная. Так. Где? Сюда? Отлично. Блин, нет. Это какие-то поля гукурузные. Ну. Может, я давно... Давно и долго сидел в тюрьме. Поэтому разучился ездить. Все, да. А мне сюда, в амбар. Задание выполнено. Хотя бы машина у тебя есть. Жаль, будет ее разбирать. Ну. Я не понимаю. Очки улучшения, кстати, есть какие-то. Ну. Сейчас особо читать не хочу. Но, в принципе, понимаю. Что-то мы будем прокачивать себе. Так. Это что? Гонки начать? Нет. Такими делами заниматься. Пока не будем. Проходим только по основной теме. Попробую выяснить что-нибудь. Может, получится. Чуть не успел дочитать. Ладно. Так. Подожди. Куда нам? 140 метров в эту сторону. Да. Бежим. Смотрим. Решаем вопросы. Все по ходу дела. Каким образом проходит вообще наше расследование? Так. Не сбей. Не сбей. Не сбей. Не сбей. Ладно. Я на самом деле думал, что у нас там... Тут что-то светится. Подожди. Поднял еще одну трубу. Я думал, он остановится. Блин. Но он этого не сделал. И у меня немножко хп просило. 30 единиц. Ну-ка, выпить? Да. Все. Сто процентов. Забили меня, конечно. Так. Ладно. Давайте дальше выяснять. Сейчас будем рассуждать. У меня еще одна маленькая просьба. Надо уничтожить улику. Очередную машину, собственно. Что на ней делали? Мы с кузеном, несколько недель назад, отправились на ней к Макоэ. Я думал, они ее не рассмотрели. А теперь оказалось, что ищут. Надо от нее избавиться. Найди тачку, подгони ко мне во двор и уничтожь. С дробилкой, я тебе скажу, весело иметь дело. Верните машину с места преступления. Так. Ладно. Давай попробуем. Интересно. У нас машины возвращаются? Вот здесь баги стояло, которые... Да. Баги возвращаются. Но это, наверное, примерно плюс-минус наша база. В итоге, что я хотел это пообсудить? Смотрите. И прости. Он нас заставляет заниматься какими-то левыми делами. Явно мы закон опять же приступаем. Значит, мы либо не сильно чисты, либо ему плевать на вот эти вот наши кровные узы. Ну и с отцом он, типа, разобраться не сильно таки помогает. Не знаю. Может, дальше будет как-то по-другому. Все, мы прибыли на место. Сможем, наверное, забрать. Ой. Так. Ф-буксировка. Все, погнали. 800 метров нам нужно. Ну, судя по всему, менты нас не очень ищут. Ну, либо они не заглядывают к нам. Пока проходит все хорошо. Ну, то есть мы беспрепятственно можем проезжать рядом. Управление, конечно, мне не нравится. Оно очень резкое. Вот. И как-то поворачивать не очень удобно. Ну, может, от машин зависит. Не знаю. Просто я вот ездил на вот этом дроволете, который вообще мертвая машина. Поворачивает вот. Треско все дребезжит. Ну, не очень, короче. И на той, типа, суперскоростной, которую заносит прям вообще везде. Мне кажется, есть какие-то оптимальные варианты. Посерединке. Так. 400 метров. Может, нам надо было как-нибудь напрямки рвануть? Опа! Маневр форсаж. Я не знаю. Надеюсь, вам не будет слышно. Ну, по крайней мере, очень сильно слышно. Как эта машина гремит и орет. Потому что, ну, мне прям по ушам долбит. Мне даже немножко голос приходится повышать, чтобы себя слышать. Так. Прекратить буксировку. Это нам сюда. Да? Так, синий квадратик есть. Прекратить буксировку. Наверное, надо ее немножко отогнать. Пойдем разбираться с краном. Нам обещали, это будет весело. Войти. Управление подъемным краном. С помощью крана можно поднимать машины или грузовые контейнеры. Спасибо. Так. Р, опустить магниты. Есть такое дело. Подожди, нам немножко выровнять. Опускаем, опускаем, опускаем. Где-то вот так. Ой, тихо. Когда ее отпускаешь, он сам поднимается, короче. Та-дам, та-дам. Так. Тише. Сейчас. Чуть-чуть подождем, чтобы ее перестало мотылять. Правда, она как-то поперек встала, ладно. Эф. Ну вот как-то. Как-то у нас заминка с краном. Можем ее подвинуть, да? Да. Бей-бей, сил не жалеет, задание выполнено. Спасибо. Короче, мы занимаемся всякой фигней. Честно тебе скажу. Но, но. Но давай сопрем вот эту машину. Посмотрим, как она будет. Мне пока не удалось найти зацепок в Базард. Не удалось, не удалось. Я не думал, что ты вообще что-то там ищешь. Так. На самом деле, можно было и не воровать. Здесь мы уже вот раз и приехали. Так, выходим. Так, выходим. Уничтожить машину Макоя за 100 баксов. Оу, пистолет Д-1982. Надежный самозарядный пистолет. Идеален для самообороны. Сама оборона мне как раз таки нужна. В качестве оружия ближнего боя можно использовать множество предметов. Но вы всегда можете рассчитывать и на собственные кулаки. Спасибо. Так, а подожди, а как мне его взять? Скроллом крутим, да? Да, 72 патрона. Как и во всяком уважающем себя американском городишке, здесь вы всегда можете добыть себе ствол. Купить или украсть. Ага. Спасибо. Ну, принцип понятен. Погнали. Будем разбираться с какими-то там тачками. Но судя по всему, что мы стоим, а расстояние у нас движется, то машина это едет. Она не просто так стоит. Попробуем немножко срезать. Так, я думаю получится, да. Отлично. В принципе все ломается. Довольно таки удобно. Можно по полкарты, наверное, срезать. Ну, с другой стороны, мне кажется, за это нам тоже спасибо не скажут. Кто-нибудь вызовет копов, скажет, какой-то дурачок тут катается. Так, 70 метров, но за ним едут копы. А, уже не едут. Это хорошо. Так. Мне кажется, он нас спалил. Опа, опа, опа. Эй, меня-то не надо. А как? Мне что с ней сделать? Просто таранить? Из машины я вроде стрелять не могу. Так, засранец уходит. Сейчас я тебе отомщу. Твой братишка меня в тюрьме там всяко-разно напрягал. Ну, судя по всему, осталось немного. Я думал, ее сбросить куда-то надо. Задание выполнено. Разбита в хлам. Теперь Макой будет знать, как нам лезть. Так, ну чувака мы не трогаем, правильно? Опа, опа, опа. О, рванула. Рванула, да серьезно? Так, 800 метров до Д. Еще появилась какая-то точка, непонятно. Мы идем тупо по нашим основным заданиям. Воу. Так, интересно, здесь заправка возможна, нет? Пока ничего не говорит, ладно. Можно, нельзя, разберемся. Так, 800 метров. Опа, опа, оп. Вот как раз наш проезд. Чуть-чуть его расширим. Так, машинка проезжает. Кстати, вот эта управляется довольно-таки неплохо. Мне вполне нравится. Там монтировочка лежит. Это вообще замечательно. Надо будет ее забрать. Подожди, куда, куда, куда? Вот. Или это не монтировка? Что это такое? Бейсбольная бита? Давай возьмем. Штука хорошая, мне кажется, пригодится. Да. Ооо. Крошит все на раз. У меня есть вопрос. Насчет макоев. Чем они тебе не угодили? Даже не знаю. Думаю, всем городом заправляют. Бесит, считаешь? Давным-давно было одно дельце. Урод решил со мной посотрудничать. Они меня кинули. Забрали всю долю себе. А ведь это был мой звездный час. Сечешь? Но теперь дело даже не в этом. Мы столько друг друга насолили. Это уже не прекратить и не объяснить. Нужно остановиться. Выбора нет. Они вечно меня достают. Встают у меня на пути. Предпринять решительные действия. Смириться. Помириться. Блин. Вопрос. Что? Это у них там вражда какая-то. Что я могу сделать? Смириться. Предпринять решительные действия. Давай попробуем. И что же нам делать? Возможно, пора навсегда вывести их из бизнеса. Погоди. Копы мне надо. Успокойся. Это всего лишь дубина Хэнк Маккой. Он хоть и коп, но посмотри. С кем он? Это частный визит. Дуэйн. Мы знаем, что ты там. Мы знаем, что ты сделал с нашим братом. Выйдешь ты или нет? По большому счету по боку. Мы тут подумали, что пора вернуть тебе должок. В нас стреляют. Без базара. Выходи и отстреливайся. Блин. Старые друзья. Одолейте Маккоев. Принять. Ага. ПП 9 миллиметров. Скорострельный пистолет-пулемет. Можно... Можно палить без разбора. Давай возьмем. Так. Где? Где? Ооо. Ребята. Мне надо, наверное, зачем-то немножко прятаться. Но это как-то сложновато. Так. У меня нет ХП. Давайте, блин, съедим яблоко. Это нам почти нифига не восстановит. Вот. Но мы возьмем бинт. 100% типа. Да. Есть. По оружию УЗИшку берем. УЗИшку. Так. Хорошо. Хорошо. Блин. У них дробаш. Задание выполнено. Надо проучить Маккоев. Думают. Можно все у меня тут разнести. Так. У нас, кстати, остались еще какие-то ружья от Маккоев. Я думаю, нам стоит их забрать. Да. Ты типа берешь одно. Все остальные тебе падают в инвентарь. Сами по себе. Блин. Ну это ружья. Я думал, у них какие-то дробаши. Не в курсе, что это наш город. Так. Ну. Вроде бы все неплохо. И. Дела как-то идут. Правда, я совершаю больше преступлений, чем у меня было до этого. И. Не продвигаюсь дальше. Но. Будет видно. Спасибо тебе, дорогой друг, что смотрел. Не забывай подписываться. Пиши комментарии. Продолжение американского беглеца следует. Всего тебе хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»